А можно я вот начну? Да. Я пару таких первых впечатлений хочу сказать. Давай скажем, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Да. Значит, у нас Ирина и... И Михаил. И Михаил. Так. Силикон Валево Войс. Да. Голос Силикон Валево Войс. Давай, Ирина у нас начинает. Я вот только приехала. Меня встретили, я очень рада. Спасибо большое Ане. Удивлена была встретить девушку, которая знает меня здесь. Аня фанатка. И она мне позвонила, и она говорит, Миша, я знаю, что к тебе Ирина едет. Я написала в скайпе. В скайпе написала. И говорит, вот я хочу тоже вот это, когда это все будет. Я говорю, ну приезжай. Вот, значит, приехала. Спасибо, если удобно. Да. Иди сюда, покажись вот так лицом. Так буду тогда. Ну, смотри. В общем, короче, Аня за кадром, она... Очень приятно. Снимается. Ой, приятно вообще. Хочу сказать свои впечатления. Вот только приехала. А, во-первых, мы с Мишей, Мишей, да? Мишей, Мишей. И все. Удобно. Очень удобно. Очень. Жалко, я вот не могу воспользоваться. Я не знаю дорогу. А я могу, не знаю дорогу, и была очень большина, рада, и мне было приятно. Вот. Здание красивое, большое, вывеска хорошая. И вообще, очень даже все это прилично выглядит. Народ нас, девочек видели, наши мальчики там. Да, девочек, мальчики. Народу много, все учатся, студенты. Хорошо, я тоже немножко присутствовала. На уроке, что ли? Ну, я же как-то зашла. А, ну это после урока, да. Но они с вопросами. То есть вы видели вопросы после урока? Да. Хорошо. Мы на «ты» я знаю. Мы сейчас привыкли. Мы еще пока не привыкли. Мы вот только-друга встретились, но мы еще не привыкли друг к другу. Так, вопрос какой? Говорит, я, говорит, начну. Вот я помню, началось с этого. Чтобы спросить такое. Ну, я помню вопрос про возраст. Чей? От и до. Возрастная шкала. От скольки можно учиться в компьютерной школе и до скольки? Технически у нас нет, как бы, таких требований. Практически. Я вот недавно митинг проводил там, и я говорю, ребята, давайте мы сделаем так, чтобы у нас старше 45-ти к нам не ходили. То есть давайте, может быть, их отговорим, там, или как-то мы... Но ходят. Ну, есть, да. Но тут есть тонкость какая. У нас есть такая штука, называется «Вейбер». То есть мы говорим, послушай, вот мы тебя предупреждаем, но если ты настаиваешь, это твое право. Но вот подпиши вот этот «Вейбер», что ты, как бы, понимаешь, что это все на твою ответственность. То есть мы что можем, мы обязательно сделаем. Но, в общем, вот подпиши вот тут. А со скольки? Какие студенты начинаются? У нас самый молоденький был 16. Я вам скажу так, молодой возраст не проблема. Да. Да, проблема, когда постарше. Потому что постарше человек медленнее усваивает. И как еще сказать? Я бы сказал так, глазки с возрастом горят меньше. Вот есть люди, которые... Молодые, глазки горят, а смотришь на него... Ну, уже не хочется ничего делать. Уже не очень, да. Поэтому тот, кто хочет досидеть до, ну, как бы сказать... От девяти до шести работает. Ну, как бы, ну, да, но вот... То есть он готов прийти, но как бы он не рвется. Да. Это тяжело всегда. Это тяжело. Ну, когда есть рядом другой, который рвется, понимаешь? Угу. Поэтому выбор же есть, в общем-то. Судьба ласкает молодых ирьяных. Да. Из собаки на сене там, да. Караченцев. Караченцев пел, да. Точно. Молодых. Ну, и даже не молодых, но рьяных. Да. Да. Хорошо. Так чего у нас? Это был вопрос с возрастом. Это все очень индивидуально. Очень-очень индивидуально. Ну, вообще все индивидуально. И, товарищи, я поняла по прошлому опыту. Если вы хотите задать Михаилу Портнову вопрос, задавайте его ему лично. Он отвечает. За базар. За вопрос. Это сложный вопрос. Нет общих решений. Это все очень индивидуально. И существенно здесь это мотивация. То есть, если человек реально хочет куда-то прорваться, что-то добиться, это намного дороже, чем наличие каких-то знаний. Он все-таки должен быть в состоянии выполнять те задания, которые ему дают. Не в смысле физически, а в смысле ментально выполнять. Потому что сразу начинается тут обрезать, там чего-то сделать. Даже самые элементарные дисциплинарные вещи, например. Вот когда говорят, нас не курят. Не имеется в виду, в школе не курят. Это само собой. Но имеется в виду, что ты не можешь выйти на плазу, на куриться и прийти в класс, чтобы на весь класс воняло. Я чувствую, что если кто-то покурил, может быть в любой точке этого класса, класс большой. Я вам скажу, что в классе кто-то только что курил. Нюхал вас. Дело не в этом. Люди же жалуются, студенты жалуются. И вопрос на что? Вот никто же не пришел в класс, чтобы нюхать, что он там накурился. Это антисоциальное поведение. То же самое на работе происходит. Никому нафиг это не нужно. Поэтому сказано с первого дня. Ну не хочешь не учесть, а что заставили. Я курил когда-нибудь. Сколько лет курил? Много лет курил. Я тоже курил. А как бросить? Сам не знаю. Я много раз бросал. Бывало по 2-3 года не курил. Бывало. Вот в эмиграции. Курить бросить просто. Я сто раз бросила. Мне было сложно бросить, потому что студенты вокруг, и они все время курят, и русских много. А в какой-то момент что-то такое... Как-то я сам себя перепрограммировал. Я не помню, что я курил. То есть я сознанием знаю, но подсознанием я не знаю. А когда бросили? Лет 10, наверное. И вот получается такая история, что если вы меня остановите, неожиданно скажут, Миша, ты когда-нибудь курил? Я скажу нет. Потом скажут, а, слушай. Да, слушай, я же лет 20 курил. А сейчас не снится иногда уже? Нет. Вот как не было. А раньше? Прямо сразу легко бросил курить или как? Вот в этот раз, вот как раз и все. Вот этот вот последний раз. Я забыл, что я курил сразу, в один день. А как так получилось? Как можно забыть, что ты куришь? Не знаю, стерлось. Я не знаю, я не специально. То есть я не то, что... Я это сделал специально, но не сознательно. Я не сделал это как вот... Я методика какая-то, я вот делал так. Я не знаю. Но я очень много хотел бросить. Я видел, что я вызываю неприятные ощущения там у родных людей. Им это не нравится. Я понимаю, что я в школу прихожу и на лице же видно. Вот так вот вышел вроде, шел мимо зеркала. Покурил, вышел, смотришь в зеркало. Думаешь, пшш... Такое дороже. Понимаешь? Это плохо влияет. Поэтому я дико хотел бросить, но никак не мог. А потом раз и как-то саму собой. А как насчет выпить? Никогда не любил. Я могу как бы за компанию или что-то. Вы пьют? Ну, радости нет. Нет, ну... Это мне кто-то вы курите? Нет, пьете? Нет. А зачем живете? Женщины? Нет. А как же вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь. Ну, я не знаю. По молодости как-то я, может быть, больше легче относился, проще. Сейчас как-то мне не ходить. Тем более, мы что-то за рулем все, понимаете? Когда приезжаешь в США... А что ты не выпьешь? Нет. Нет. Ну, как выпьешь-то? Никак. Ну, то есть нет возможности. Приезжаешь куда-то... Жена моя машину не водит. Вот я могу сказать, пусть жена ведет. А вот обидно, да. Она мою не хочет водить, она свою водит. Значит, на ее машине я к тебе тоже не хочу. Ну, в общем, вот начинается вот это все. Я чувствую, что Анна нашла вопрос там на форуме, да? В комментариях. Тут Михаил ответил. Один спросил, по-моему, что-то про шелтер, будет тебе знать с людьми, с человеком, живущим в шелтере. Так Михаил ответил, у меня не в бане, не помню, чтобы мы ссорились. Нет, это с человеком, который в шелтере... Вы знаете что? У нас была очень грустная история. Была девушка, умничка, хорошенькая такая, соображала. То есть, она мне очень нравилась, даже вот как девочка, она мне очень нравилась, такая хорошая. И она была замужем, у нее было двое деток. И было ей, наверное, лет 32. За американцем была замужем. И так она вроде работала, а потом что-то с ней случилось, и она поехала крышей. И, в общем, и с мужем, муж ее оставил, детей у нее забрали, там по суду, как положено, и все дела. Она жила у другой студентки, с которой училась вместе. Таня у себя дома, там несколько лет она у нее жила. Вот это был большой дом, там было место. И кончилось тем, что она оказалась в шелтере. И у меня как ножом резало, потому что она такая была, ну, как сказать, очень светлый, очень такой человек, искренний, чистый. И было до слез обидно. То ли стресс она не выдержала, то ли это все равно было запрограммировано, я уже не знаю, как это случилось, но двое деток, понимаешь. И вроде все хорошо у нее было. И вот так. Насчет шелтера, мне не приходилось встречаться с людьми, которые живут в шелтере. Я не вижу никакой проблемы в том, что человек может в каких-то обстоятельствах оказаться без денег или там без чего-то, и он пошел в шелтер. Но если ему негде переночевать, лучше в шелтере, чем на улице. Мы знаем массу народа, которые, оказавшись в шелтере, через какое-то время оказывались в совершенно нормальном месте. Я не вижу проблем социальных тут никаких. Хорошо, следующий вопрос. Я сразу могу сказать, что нет. Интересно узнать у Михаила Портнова, не преподавал ли он в учебном центре для 9-10 классов в 76-77-78 годах, недалеко от здания цирка, около университета МГУ. Я вам сейчас скажу, что там находилось. Или был директором, либо в руководстве этого центра. Я скажу, что там находилось, возле цирка на метро университет. Почти домой. Там в переулочках находилось такое учреждение, которое называлось УПК. Учебно-производственный комбинат. Какой там район был? Октябрьский район города Москвы. Я боюсь, может быть, не Октябрьский. Какой-то там был район, а может, Ленинский. Вот, и не Ленинский. В общем, там был учебно-производственный комбинат. И я там не преподавал, но я там обучал преподавателей. Я когда-то занимался разработкой методов быстрого обучения. Но не в этих же годах. Ровно через 10 лет. Не 76-й, а 86-й, 87-й. Я помню, что у вас по биографии, вы там типа 78-го только заканчивали. В 78-м я только институт закончил. Поэтому я не мог там быть никаким начальником. Но вот 80-м, если там цифру поправить. Ну, может, перепутали. Может, мы просто перепутали. Именно в этом месте мы там внедряли нашу методику преподавания машинописи быструю. И я хорошо был знаком с директором. Действительно, я, может быть, с ней там учу преподавателей, как это делать. Вот так. Я даже не сам учу преподавателей, а я автор метода быстрого обучения тайпингу. А было в «Науке и жизни» статья. Я помню, да. Мы еще пытались бы не учиться. Три миллиона тираж. Потому что по машинописи большим тиражом ничего не издавалось в СССР. Это вот однажды в «Науке и жизни» у нас был сериал с товарищем. Мы занимались. Дело не в этом. Действительно, я там был и много раз был. Но это было в 86-м, 87-м, 88-м. Кроме того, там была, как бы, не лаборатория, а часть лаборатории. Они тогда дружили с... В институте проблем информатики Академии наук там была группа, которая занималась образовательными технологиями. И вот они там тоже в этом месте находились. И мы там с трех разных сторон. Вот я отправил техобразование, они там вот Академия. И вот этот вот учебно-производственный комбинат. Действительно, мы там... А вы где жили в Москве? Ну, родился я на Войковской. У меня бабушка там жила. Вот там, где школа Зои Шуры Космодеменской. У меня браток находил в эту школу. Там стадиончик был. Да. Вот я там родился. То есть Зоя Александра Космодеменская. Вот. Потом мы жили в Лефортово. Метро... Лефортово, да, 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 на авиамоторной. Потом мы жили... Уже у нас там кооператив был свой. Мы жили на Полежаевской, Октябрьское поле. Вот там... Кооператив... Нет, как это называлось. МЖК. МЖК А там. На берегу Москва реки вот там. На высоком берегу мы жили. А с той стороны Филии. Филевская полна. Понятно. Там жили. Вот еще хороший вопрос. Спросите у Оли и Михаила. Ну, можно и у вас, у Ирины спросить. Не хотели бы они повторить свои жизни? А что бы они хотели повторить свои жизни, если бы был шанс пройти это еще? И что бы никогда они хотели повторить в своей жизни, чтобы этого никогда не было? Еще спросите про любимый цвет, продукт, блюдо. Понимаешь, какая тут история? Значит, дело в том, что, безусловно, в жизни есть моменты, которые хотелось бы вычеркнуть, как никогда бы их и не было. С другой стороны, если мы это сделаем, то мы вычеркнем у себя какой-то опыт, который есть часть нас, и мы тогда перестанем быть сами по себе. Понимаешь? И даже плохой опыт, который болезненный какой-то, или что-то, он все равно наш опыт, это его от себя никуда не денешь. Поэтому я бы не стал ничего менять, даже. При том, что, конечно, есть вещи, которые вспоминать не хочется иногда, и что делать? Ну, иногда, если проследить цепочку событий после тех вещей, которые не хочется вспоминать, ты видишь, что к чему-то оно приводит все-таки к позитивному, и в итоге дает иногда хороший результат даже. Я даже не знаю, что сказать. У меня были вещи, которые не приводили ни к чему позитивному, кроме того, что есть опыт того, что вот это лучше больше не делать. Это что вы там? А! А! Да. Это вы что-то сделали? Ну, я, конечно, я там дробь, я много дробь ломал. Ну, конечно, я же такой, как сказать, увлекающийся, поэтому у меня там, я на подъем там побежал туда, побежал сюда. Класс, я вот люблю таких людей, мне нравится, когда люди не боятся сидеть, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть, правильно? Ну, можно так сказать, да. То есть я могу сказать, что я жалею о некоторых вещах, которые я делал, но это часть нас, поэтому... Есть, что вспомнить, а можно просто сидеть на диванчике и... и все. Да, я не знаю. Повторить какой-то опыт? Мне не хочется повторять, я хочу новый. Повторить какой-то опыт? Повторить какой-то опыт? Повторить какой-то опыт?